Друзья, всех приветствую на своем канале. Адвокат-юрист Дмитрий Соловьев, Одесса. Сегодня поговорим с вами о теме штрафов за детские автокресла. Ни для кого не секрет, что 20 ноября у нас в Украине был принят новый закон, которым внесли изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях в части ответственности за нарушение правил перевозки детей, а именно в статью 121. Следует отметить, друзья, что правил перевозки детей у нас в Украине как таковых не существует. Но в то же время есть пункт 21.11.Б. Правил дорожного движения, в котором указано, что запрещается перевозить детей ростом до 145 см, либо до 12 лет в транспортном средстве, которое оборудовано ремнями безопасности без использования специальных средств. За нарушение перевозки детей без использования этих специальных средств установили штраф в размере 510 гривен за первое нарушение, а за повторное нарушение в течение года 850 гривен. На самом деле, друзья, все не так плохо, так как в той же Эстонии штраф за подобные нарушения составляет до 400 евро. Конечно, уровень заработных плат у нас ниже, чем в Эстонии, но все же. Так давайте же с вами разберем, что такое специальные средства. В новом законе идет речь якобы о детских автокреслах, однако у нас нет в Украине четкого определения, что такое детское автокресло на законодательном уровне. Однако в законе Украины про национальную полицию есть определение, что такое специальные средства. Это, конечно же, дубинки, наручники, боеприпасы, гранаты, водометы, а также служебные кони и собаки. То есть, исходя из логики наших депутатов, если вы перевозите ребенка в наручниках, либо вы перевозите ребенка на служебном коне, у вас никаких проблем быть не должно. Знаете, этот новый закон, он слегка наталкивает на мысль, что какой-то депутат решил открыть себе заводик по производству детских автокресел и быстренько под шумок продвинуть данный законопроект, но не особо вникая в его детали. Я как адвокат хочу отметить, что данный закон, он фактически является нерабочим. И даже если сотрудники полиции будут составлять постановления по данным вопросам, то такие постановления, скорее всего, можно будет легко обжаловать через суд. Так как элементарно такого понятия, как детское автокресло, нет. А что такое специальные средства, я вам уже перечислил. Друзья, если вас уже успели оштрафовать по вопросам нарушения правил перевозки детей, обязательно напишите свое мнение и опыт в комментариях. Кроме того, мне уже неоднократно поступали жалобы от моих знакомых о том, что они вызвали такси, вышли. И таксист, когда просто увидел их с ребенком, он фактически отказался их перевозить. Что я хочу вам посоветовать. Если вы заказываете такси, обязательно укажите, что вы с ребенком, чтобы не возникали такие нюансы. А вам, уважаемые таксисты, я хочу посоветовать обязательно взять задаток в размере 510 гривен. И у вас вообще не будет никаких проблем. По моему мнению, у нас в Украине существуют более значительные проблемы, которые следовало бы решить до принятия этого нового закона об автокреслах. Например, такие проблемы, как отсутствие дорог, дорожной разметки, огромные ямы на дорогах. И, к сожалению, наличие у каждого водителя детского автокресла, оно не спасет от всех этих проблем. Особенно, если вы перевозите двое, трое и четверо детей. Друзья, если мое видео понравилось вам, обязательно ставим лайк, подписываемся на канал, комментируем. И если вам нужна моя платная юридическая консультация, обращаемся ко мне по контактам, указанным в описании. Всем хорошего дня, до скорого!